На отборочный кастинг конкурса «Мисс Беларуськалий-2018» пришли 35 участниц. Девушки с безупречными фигурами и внешними данными, словно бабочки, порхали по сцене, вызывая восхищённое ах. По результатам кастинга жюри определило 15 солигарчанок, которые примут участие в финале конкурса «Королева красоты Беларуськалий». Теперь на протяжении нескольких недель конкурсантки будут активно готовиться к предстоящему событию – репетировать дефиле, встречаться со стилистами и хореографами, участвовать в различных фото- и видеосъёмках. А в начале марта на галоконцерте девушки покажут всё, чему научились за эти дни. «Приехали стилисты, визажисты, парикмахер, профессиональный фотограф и делали профессиональные фотографии наших девочек в стиле 60-х годов. Эти фотографии будут размещены на сайте, в газете «Шахтёр», в газете «Калищик Солигорска», на телевидение информация пойдёт для того, чтобы люди могли уже начать отдавать свои голоса за наших красавиц. Наши девочки начали свои занятия к подготовке танцевального дефиле с Вадимом Петровичем Матанцевым. В ближайшие две недели Вадим Петрович будет заниматься с девочками, хореографией, постановкой, танцевальных элементов, которые мы увидим 6 марта. Накануне прошла первая общая встреча и мастер-класс по мейкапу, в ходе которого девушкам рассказали о том, как правильно делать макияж, грамотно преподносить свои достоинства и скрывать недостатки. На празднике красоты присутствовали все элементы лоска – тугие кудри, жёсткий контуринг лица, вспышки фотокамер и красавицы, словно сошедшие с полотен художников. Девушек-стилисты Центра моды и красоты «Хрустальная нинфа» готовят. Это Наталья Науменко, наш стилист, и её помощницы. Фотосессия в стиле 60-х будет проходить. Это для нас тоже первая такая фотосессия нестандартная. Девушки в образе прекрасных леди с прекрасными прическами будут выступать. Создаём образ в стиле Мерлин Монро. Я считаю, что это женщина-идеал красоты своего, так сказать, столетия. Я делаю прическу, так сказать, подбирая каждой девушке. Овал лица у каждого разный, но стараюсь, чтобы у всех было что-то одинаковое, потому что все должны быть в равных условиях, чтобы не было что кому-то лучше, кому-то хуже. Все должны быть в равных условиях, а всё остальное зависит от них. Нужно продумать всё. Платье, прическу, аксессуары, макияж, чтобы всё подходило под типаж, чтобы не перекрасить блондинку. Допустим, тёмные глаза и красные губы не очень смотрятся. Самое главное – улыбаться, потому что энергия, чтобы от девушек хорошая энергия исходила. Это очень чувствуется зрителям, и, конечно, они будут их поддерживать. В этот день девушек ждала ещё одна репетиция – первое дефиле. Стоит отметить, что модельная походка – не просто красивое и грациозное движение, а ежедневный кропотливый труд. Плавность движений и уверенный проход по подиуму на высоких каблуках девушки освоят только через пару занятий и монотонных упражнений под счёт. Организаторы стремятся сделать акценты не только на внешних данных конкурсантов, но и на их внутренних качествах, харизме и творческом потенциале. Ведь конкурс красоты не только мода, а прежде всего – самореализация и творчество. Не будем лукавить, скажем так. Каждый из нас участвует здесь с надеждой победить, показать лучшие свои стороны и, конечно же, приобщиться к такому замечательному конкурсу. Такие конкурсы – это замечательная возможность выйти из зоны комфорта, получить новый колоссальный опыт, знакомство и просто с удовольствием провести время. Решила я принять участие в этом конкурсе. Во-первых, мне интересно, как девушки себя представляют. Мне интересно самосовершенствоваться, посмотреть на себя, на других, узнать что-то новое, пообщаться, поговорить с профессионалами своего дела. Ну и также, может, с какой-то другой стороны себя показать. Прежде всего, рутинная жизнь, изо дня в день день сурка. И поэтому хоть как-то разнообразить, показать себя, на людей посмотреть. Новое знакомство, конечно же, потому что все люди разнообразные, интересные, очень увлекательные. И поэтому просто пообщаться. В каждой женщине должна быть изюминка. Поэтому конкурсантки не спешат раскрывать секрет номеров, которые они представят зрителям в финале конкурса. Я, на самом деле, сейчас на протяжении этого времени долго размышляю на тему того, что лучше подготовить на творческий номер. И у меня есть несколько вариантов, которые, я думаю, зрителям обязательно должны понравиться. Но на самом конкурсе посмотрим, правильное ли прямое решение и выберу ли я тот номер, который будет наиболее достоин. Это секрет. Пока это секрет. Возможно, песня, возможно, видео, возможно, танец. Поэтому пускай станется небольшой тайной. Напомним, что 6 марта сотрудницы предприятия «Беларуськалий» соберутся на сцене, чтобы выяснить, кто из них самая красивая, грациозная и талантливая. А пока конкурсанткам придется совмещать домашние хлопоты с мастер-классами, дефиле и хореографией. Продолжение следует...